Всех приветствую на своем канале и с наступившим 2018 годом. Это первое видео в этом году, которое я решила записать. То, что там пустые баночки декабрьские сегодня зарелись. Просто вчера я ушла около 9 вечера в гости и как бы они у меня все еще монтировались. Пришла сегодня только где-то, не знаю, может где-то после часа уже дня. Поэтому сегодня как бы получится, наверное, на первое норя два видео, но на самом деле прошлое было, еще прошлогоднее. У меня как-то был запрос, ну вообще в личку, я не помню, был ли на канале, Лена, которая присылала последнюю посылку такую огромную, подарочную, новогоднюю, подписчица моя, просила обозреть, что мне подарила родня. Ну вообще, что мне подарили, что мне подарили на Новый год? Мне подарили на Новый год. Одного подарка уже нет, только одна коробочка осталась. Ну в общем, от моей подруги и от моих, как сказать, родни. В общем, сначала обозрю то, что мне подарила Маша. Часть подарка она мне вообще отдала еще как раз в день нашего этого театрального библиотечного мероприятия. Она меня периодически называет пингвой, но у нас был такой в свое время степку на тему фурии. Она была сначала уточкой, не помню, как ее звали, но она сама себя называла, а потом колочкой. Она кусочка Александра, а я, по-моему, пингвин Синтия. В общем, такая вот коробочка, новогоднее оформление, с Новым годом, милый Джой. Это, кстати, вот, я знаю, что в Чувашии делают какие-то очень вкусные конфеты. Мне кажется, аккорд или акконт, как-то так называется. Потому что я этой фирмы привозила, когда была в Чувашии, приездом совершенно в Чебоксарах, когда ездила в Казань от Яра Бултура. Ну, в общем, тут тоже оказалась очень вкусная конфета. У них, оказывается, две фирмы, может быть, еще и больше есть, на самом деле, не знаю. В общем, это разведено эко-кондитер, Чувашская республика, конфеты, миндали, киви. И в составе у нас тут ядро миндаля, грабленое, киви сушеные, папайя сушеная, кокосовая стружка, карамельная патока, подсолнечное масло и ванилин. Я, конечно, уже, как говорила, тут не могу показать ничего. Тут одна вот коробочка осталась, а пустая. Я просто сохранила, чисто на видео потом показать. И, если интересно, возможно, там немножко размытое, вот, потому что фотку я вот на этот телефон. В Инстаграме у меня выложена фотка, как раз там немножко конфет, видно и эту коробочку. Опознавательный знак как раз вот эти пингвины. Ну, там было 8 конфет, они, соответственно, по составу понятно, что это не шоколадное, а именно такие сухофрукты, очень вкусные, я нигде раньше такого не видела. Не знаю вообще, где Маша ее покупала, не знала, что вообще такая фирма существует. Вот, конечно, вот сейчас подумала на Азоне посмотреть что-нибудь такое. Примерно я по виду помню, чисто вот, может, такие конфеты там есть и закажу себе. Короче, очень вкусная вещь. Но мне досталась чисто половина коробочки, потому что у меня получилось так, что увидели некоторые люди. Мы эту коробочку решили, потом попросили открыть ее, и половина коробочки ушла. Ну, да, я как бы не жалею. Потом она мне подарила вот такое полотенечко, но у меня, конечно, уже в пользовании, поэтому оно мятое. Но я что-то, я как его получила, думаю, ну что, полотенечко Новый год, типа, пусть такое красивенькое, праздничное вот на кухне. Вот такое вот, с шабачкой, с часиками, с веточками елочки или, может быть, сосенки. А еще она мне подарила чай. Изначально мы с ней договаривались, она спрашивает, что я хочу. Я сказала, что вроде сладкого у меня много. Она сказала, Лёля, я в тебя верю. Но это обозначает, что сладкого, если много, то скоро будет немного. Потом, я не помню, я хотела соль до ванн, я ей сказала, или соль до ванн, или что-то сладкое, или чай черный, средне-листовой, но она мне стабильно дает крупно-листовой. В этот раз, в принципе, вот такой вот чай со знаком качества цейлона. Она стабильно покупает цейлона, она сама потребляет исключительно, по-моему, цейлона. Тут буквально на днях, я вот позавчера, кажется, уже не помню, по-моему, позавчера, или тридцатого. В общем, когда-то там я узнала, что ей на самом деле, да, тридцатого, скорее всего, ей нравится зеленый именно шри-ланка, вот этот цейлона. Я как-то даже, ну, не размещала зеленый шри-ланка или зеленый китайский. Все время было уверено, что весь зеленый весь Китай, ну, помимо Сенчи и прочего, да. Хотя еще есть русский, наверное, краснодарский, красноярский, тут уже этот край, где там чай в России выращивают зеленый. В общем, вот такая вот коробочка, я ее еще не раскрывала, даже не коробочка, а баночка. Импра. Мне импра очень нравится на самом деле, причем раньше я его как-то так обходила стороной, но вот получилось, что однажды была в гостях, где заваривали эту импру, и он, по-моему, по цене стоит, наверное, как люсть или что-то в этом роде. Ну, и, в общем, я обратила на него внимание, если вы любите черный чай. Он даже мелкий черный чай, хорошую заварку дает. Не какие-то там, не знаю, Ахматы и прочее, учитывая, что Ахмат последний раз, который я покупала, он вообще был, хоть там куча наклеек и типа штампов качества, сделал, рассыпан он был где-то под Москвой. В общем, он там у нас целом, импра в Канди. Мы с ней так и не поняли, каким местом там Канди может есть не только питерская Канди, а еще какая-то Канди. Тут у нас человек, я не знаю, вот я потом рассмотрела, мы с ней сначала думали, что это ложка с головой дракона. На самом деле это голова дракона, видимо, маска поверх какого-то человека, который одну руку задрал куда-то там к небу. Тут у нас 100 грамм, ну и в общем он чистый целомский чай, крупно листовой. Вот такой вот, я считаю, это хороший вообще. Мы с ней считаем, что лучший подарок это чай в том плане, когда если не знаю, что подарить человеку, то подарим ему чай. Так, вот эту у меня в коробочку Рафаэлла подарила моя тетя, ну в смысле, можно сказать, тетя и дядя, скажем так, мои родственники. И как я, знаешь, правда, тебе еще никто не дарил Рафаэлла. На самом деле я очень хотела Рафаэлла, но мне, блин, почему-то его никто не дарил. И вот я очень рада, что она мне подарила. Она уже вскрыта, я одну конфетку слопала. В общем, Рафаэлла. Ну тут, скажем так, подарок один от одной сестры, другой от другой сестры. Маленькая такая, но нужная деталь женского гардероба, возможно, мусорского, не знаю. В общем, у меня тут набор трусиков, стринги, первое, твое. Я доставать уж не буду, потому что, насколько я помню, у меня там два было обзора каких-то этих самых трусиков. С Алиэкспресса или еще откуда-то, и сколько-то там столько и негативных, и каких-то таких комментов было. Ну, у людей, которые, наверное, сами трусики никогда не носили. Ну, не знаю. В общем, у них было много комментов от людей с какой-то душевной травмой, нанесенной их этими трусиками. Не именно моими, а вообще трусиками. В общем, нижним бельем их кто-то обидел. Поэтому я доставать не буду, но, думаю, понятно. Ну, интересно, загляните на сайт твое, в раздел нижнего женского белья, короче. А другая сестра мне подарила вот такую замечательную коробочку. Это с Новым Годом, с собаками, слушайте. Вот я опять на них смотрю. Я не знаю, вот, что люди восторгаются этими хасками. Я на них смотрю, вот, чисто когда я их вижу вживую, по-моему, я их не видела ни разу. Не знаю, может, просто не знала, что я их вижу вживую, это именно хаски. Короче, вот у них такие можно какие-то мультяшные из американских фильмов, самые ужасные рисовки, если какие-нибудь есть. Или российские, самые дурацкие мультики, типа вот эти Змеи Горынычей и прочие, Ильи Поповичи. Ну, короче, я надеюсь, вы поняли мои объяснения. Они у меня вообще странные, очень всякие, когда пытаюсь что-то объяснить. Вот мне почему-то, когда я на них смотрю, на этих собаках, ощущение, что вот они на тебя смотрят и улыбаются. Или что-то в этом роде. Короче, мне как внешне я их не воспринимаю, как они мне не нравятся. Я вообще собак не очень люблю, но вот эти хаски как-то жуть. Меня прям как-то выворачивает изнутри от их вида. С одной стороны, смотришь на них и хочется ржать, не лбаться, не смяться, а не лбаться ржать. С другой стороны, ну, в общем, не собака, не доразумение, не зай. Это вообще, на самом деле, набор чая на один. И тут три вида, четыре вообще вида, три черного со всякими добавками и один зеленый. Я его еще только открывала, не распечатывала так конкретно, вот так вот оно выглядит. Тут у нас состав черный чай листовой с добавками с ароматом клубники. Ну, тут единственный такой момент, ароматизатор. Не сказано, натуральный он, искусственный или еще что-то. Черный чай, листовой кондитерские звездочки, сахар, крахмал кукурузный, воск карнаобский и ванилин. И потом лепестки чайной розы и ароматизатор. Всего тут 200 грамм и по 50 грамм каждого пакетика. Мы сначала с тетей вчера смотрели, она, значит, передали подарок. Она, как бы, наверное, он пакетированный, думаю, ну да, пакетированный, говорю, спакетированный, говорю, давай вскроем. В общем, сделан это в России. Изготовитель 3О Лиоланис для, по заказу вообще, владельца товарного знака, чайно-кофейная мануфактура. Я вообще давно очень на день ничего не покупала. Может, потому что мне вообще чая дофига, плюс еще ударят разные добрые люди. Но я думаю, злые люди бы чай не дарили. И, короче говоря, ну, раньше, вот когда-то там давно у нас был магазин. Не то, что сейчас в Угличе есть вот этот ваш чай, еще до него какой-то был, не знаю, как он назывался вообще. Я покупала периодически разрезной чай. И на один, в принципе, я считаю, что неплохой. Чай черный листовой с добавками с ароматом черешни. В общем, тут черный листовой, потом лепестки сафлора, цветы зосмина и ароматизатор. Чай черный листовой с добавками с ароматом маракуйи. Опять же чай, потом кусочки папайи, лепестки, календулы и василька, ароматизатор. И последний уже зеленый с добавками с ароматом жасмина. Сам вот этот зеленый крупной листовой порох, кусочки папайи, лепестки сафлора, цветы жасмина и ароматизатор. Ну и одну чашку на чашку, одну ложку точнее на чашку, 5-7 минут настаивать, свежески печеной водой заливать. Срок годности 18 месяцев. А вот дальше, прочитала, что-то нигде не видела раньше такого. После вскрытия упаковки рекомендуется хранить продукт в темном месте, прохладном. Ладно, это понятно, что хранить там, где его не провоняет, ничем, но не более трех месяцев. То бишь после трех месяцев с ним что-то, наверное, случится. В общем, ну и тут вот на каждом таком вот, видно, что, наверное, думаю, тут вот этот бантик бумажный такой нарисован, как стилизация под коробочку с бантиком, да, подорожная. И под слюдой вот как раз эти пакетики. Под каждым пакетиком, над каждым пакетиком вот как раз написано, что это за чай и с чем он. Кто-то у нас на улице что-то долбит. И вот они так вот расположены. Я открывала до этого, как-то не обратила внимание. Они как-то так вот таким вот. Я считаю, что это... А, да, это под часовой стрелки. Они как бы прямоугольничками такими, но лежат вот. Не как вот я думала, а квадратиками один-один-один. Но я думаю, на видео видно на камеру, как вот они выглядят. В общем, вот такие у меня подарки. Я считаю, что очень даже неплохие. Ну, у меня еще встреча с человеком будет. Обмен тоже подарками. Я не знаю, что он нам не подарит. Но, по-моему, год, в общем, после завтра ко мне придет подружка. Но я думаю, если что, вот это чисто отдельный видос еще одного подарка делать не буду. Скорее всего, просто может сфотку и в Инстаграм выложу. Ну, если кому интересно, спросите в личные сообщения ВКонтакте или еще где-нибудь. Я, конечно, постараюсь вам ответить. В общем, такое у меня видео подарков. Всем спасибо за просмотр. Еще раз с наступившим новым 2018 годом. Всем спасибо. Всем пока. Пока.